Зинаида Гаврик. Демон с ошибкой. В детстве я была очаровательной малышкой. Тогда мои волосы еще не потемнили и красиво завивались в локоны. Правда, мама не стремилась сделать из меня фейку, поэтому смешно собирала их в хвостик над самым лбом. Беззаботное время. Игры, друзья, песочница у дома. Именно в этой песочнице зародилась невинная поначалу история. Помню, как вчера. Я сидела в своем венгерском синем платьице прямо на песке и что-то сооружала, когда из соседнего подъезда вышли они. Мужчина, женщина и с ними ребенок. Симпатичный черноволосый мальчик с новенькой машинкой в руках. Он увидел меня и замер, не по-детски серьезно вглядываясь в мое сосредоточенное лицо. «Гелиан, иди поиграй с ней», — засмеялась женщина. Это потом, уже повзрослев, я размышляла, как же сильно ошиблась его приемная мать, дав сыну оригинальное имя Гелиан, что означало «солнечный». Наверное, надеялась вырастить мальчика-одуванчика, но в тот момент все казалось нормальным. Парнишка медленно подошел ко мне, не отрывая черных глаз, и встал напротив. Знала бы я тогда, к чему приведет его интерес, убежала бы без оглядки. «Отойди», — капризно приказала я. Он послушался и отступил на полшага назад, не говоря ни слова. Его родители тем временем вовсю общались между собой, над чем-то посмеиваясь и почти не обращая внимания на нас. «Во что играешь?» — наконец спросил Гелиан. «Можно с тобой?» «Нет, у тебя машинка, а надо лопатку!» строго отозвалась я и даже отвернулась. А потом случилось это. Он подошел к пятилетнему Витьке, который играл неподалеку, присел напротив на корточке и сказал. «Дай совок!» Мне тогда стало страшно любопытно, что будет дальше, ведь Витька был на редкость жадный и никогда не делился своими вещами. Но не сейчас. «Но...» — покорно отозвался тот, протягивая просимое. Потом были ведерки, куклы, леденцы. Другие дети почему-то безропотно отдавали Гелиану все, а он нес это добро мне. Что интересно, я терпеть не могла своего настойчивого поклонника. Не знаю почему. Просто не возлюбила сразу, и все тут. Остальные же вели себя с точностью наоборот. Даже вредный Витька постоянно звал его в свою игру, не говоря уж о знакомых девчонках, которые готовы были подраться за право побибикать в машинке с черноглазым очаровашкой. И его, и мои родители, кстати, называли нас не иначе, как жених и невеста, осыпая шутками, а также всячески поощряя невесть, откуда взявшуюся привязанность ко мне юного кавалера. «Обычная история счастливого детства?» — спросите вы. «Нет». «Слушайте дальше». Наиболее явные изменения с Гелианом начали происходить в подростковом возрасте, когда у мальчишек начинается половое созревание. Он расцвел, увлекся спортом и быстро начал оформляться в убийственно красивого юношу. Девушки сходили с ума, подкарауливая его на переменах и задаривая подарками, которые чуть позже неизменно оказывались у меня на парте. Я их выкидывала, отдавала изначальным хозяевам, оставляя на подоконнике в коридоре. Бесполезно. Учителя обожали красивого ученика, а женщины-педагоги уж очень часто задерживали его после уроков, просясь чем-нибудь помочь. Думаю, в тот момент сила Гелия наросла рывками и еще пока не поддавалась особому контролю, поэтому на парня липли практически все. Вакханалия продолжалась вплоть до девятого класса, а потом за ним пришли. Шикарный автомобиль подъехал к воротам школы и оттуда показался прямо-таки невероятный экземпляр. Блондин с длинными кудрявыми волосами, который буквально источал вокруг себя запах секса и больших денег. Вся школа высыпала посмотреть на него, как на кинозвезду. Гелияна забрали прямо с уроков. На следующий день неизвестные благодетели перевели его в самый крутой колледж города, где обучались только избранные, причем за космические суммы. На все вопросы родители мальчика пожимали плечами и рассказывали о каком-то закрытом обществе, которое поддерживает таких редких талантов, как их малыш. Потом лучший университет. Почти сразу парень переехал в престижный район, ему выдали шикарную квартиру-студию на верхнем этаже элитной новостройки. Отца и мать как-то под шумок отправили в Израиль на постоянное проживание в великолепных условиях, но далеко от сына. Однако они не возражали, с радостью собирая вещи. Кажется, им здорово промыли мозги. Не изменилось только одно. Но каждый день богато одетый парень встречал меня у школы. И каждый день я сбегала от него, стараясь не допустить встречи. Учителя знали о моей мании и даже иногда подыгрывали, выпуская через аварийные выходы. Не помогало. Как только Геллиину исполнилось достаточно лет, чтобы иметь транспорт, он начал приезжать за мной на дорогущем мотоцикле и стоял, собирая вокруг толпу изнемогающих поклонниц. Этот монстр улыбался им, сохраняя холодный взгляд равнодушного человека. Только мое появление, когда не удавалось сбежать, заставляло ледяного принца оживать, а его глаза загораться. Гад преследовал меня, приезжал домой, и мама с папой радостно пускали его внутрь, подчиняясь сверхъестественному обаянию. К тому времени я уже знала, кто именно стал моим ночным кошмаром. Он сам однажды рассказал мне. Суккуб. Не человек. Суккуб, случайно усыновленный обычной семьей. И те, кто приехал за ним в девятом классе, такие же. Закрытое сообщество мерзких демонов, которые, тем не менее, всегда заботятся о своих. Им принадлежат заводы, пароходы и сеть организаций по всему миру. Я поверила безговорочно, ибо сама наблюдала с детства, как развивается его противный талант. Страшное началось, когда за мной стали ухаживать мальчики. Гелиан отваживал их, бил и очень жестоко, с какой-то звериной ненавистью. Ему всегда сходило с рук. Я отвергала его, кричала, ругалась, а Суккубу было все нипочем. Этот дьявол портил мою жизнь, упорно втравливая в нее свое ядовитое присутствие. Ненавижу. После окончания университета, презирая настойчиво предложенную помощь, мне удалось устроиться на свою первую работу. Он уже к этому времени был самым молодым управленцем одной из весьма преуспевающих фирм. Какая чудесная история, подумает кто-то. Но только потому, что не видит всей картины. У меня отродясь не водилась под рук. В первый же день знакомства все зачатки дружбы уничтожались одним только появлением Гелиона. Всегда. Год за годом. Окончательное решение сбежать пришло тогда, когда он на глазах всего офиса жестоко избил коллегу, который в обед осмелился пригласить меня в кафе. Почти до смерти. На всю жизнь запомнила этого щуплого паренька, программиста, окровавленного и лежащего на полу, как сломанная игрушка. Я была уверена, что бедняка отправился на тот свет, и именно этот миг стал решающим. Миг понимания, что за право на нормальную жизнь придется бороться. Сначала был переезд в другой город. Родителям пришлось соврать. Не помогло. Гелиона во всем поддерживали такие же, как он. У них везде была богатая сеть собственных фирм, агентов, информаторов. Меня обнаружили меньше, чем за день. История повторилась еще пару раз с разными вариациями. И тогда, наконец, дошло. Мегаполисы — не выход. Сельская жизнь сначала казалась адом, но лишь до тех пор, пока я не поняла, она прекрасна тем, что в ней нет Гелиона. Конечно, он все равно умудрялся находить меня, вот только теперь его задача значительно усложнилась. Чем глуше было село, тем больше времени уходило на поиски. Здесь, у Анны Яковлевны, я прожила почти год. Почти год прекрасного тихого существования на свежем воздухе. Я так надеялась, что он сдался, перестал искать. Но нет. Когда-нибудь смогу подкопить денег и выстроить себе избушку в самом глухом лесу, желательно поближе к красивому озеру. Эти мечты я лелеяла всю дорогу до вокзала, куда мы энергично шагали вместе с Яшей. «Как же тебя потом найти?» бубнил он, не переставая. «Напиши хоть письмо, что ли. А хошь, мужиков подговорю, и мы его отдубасим сучковатыми дубинами по хребтице, а? Не сунется больше». «Слушай», — серьезно сказала я, «ты телевизор смотрел?» «А то как же». «Так вот, есть там сериалы про бандитов?» «Конечно», — Яков упорно не понимал, куда ветер дует. «В жизни все еще хуже. Если кто-то из вас хоть пальцем тронет этого, как ты и выражаешься, пижона, то приедут ребята на джипах и всю деревню просто расстреляют из автоматов, не разбираясь, кто прав, кто виноват». «Врешь», — выпучился на меня деревенский бабник. Поверил. Безоговорочно. И правильно. Ведь я совсем недалека от истины. Другое дело, что вряд ли Гелияна получится отдубасить по хребтице. Он не человек все-таки. Поэтому и налегал с подростковых лет на спорт. Сил немерено, а демоническую энергию куда-то надо сливать. Так вот, ему хватит для удовлетворения своей ярости и одного Яши. Вот только вряд ли дурачок потом останется жить. Так что пусть лучше шарахается от незнакомца. Я знала этого деревенского лавелласа. Храбриться он мог сколько угодно, но после моих слов про бандитов на рожу он точно не полезет. Кишка тонка. «А что от тебя нужно, спастату?» Немного оклемавшись, пробурчал он. «Того же, что и тебе», огрызнулась я, «надоел». «Большой и светлой любви во всех позах». «Не хочешь, не говори», обиделся Яша. «Будто кто-то поверит, что можно за девка по всем селам бегать заради того и этого. Может, украл чего?» Тут уже пришла моя очередь обижаться. «Фильмов пересмотрел? Я тебе что, Лара Крофт?» «Кто?» «Дед Пихто!» «Болтун, блин!» «Надоел свои киношные сюжеты навяливать!» «Откуда я знаю, почему Гелиону никак спокойно не живется без моего светлого лика?» Хотя он как-то объяснял мне в один из вечеров, когда родители радостно пустили его на порог и собственноручно проводили в мою комнату, не спросив разрешения дочери». «Знаешь, как меня называют другие демоны?» Развалившись в кресле, насмешливо спросил он после долгого молчания. Я не хотела разговаривать, а ему обычно достаточно было молча любоваться на недовольную физиономию напротив. «Они называют меня Суккуб с дефектом». «Почему?» «Интересно же, хоть и не хочется поощрить беседу». «Суккубы не могут влюбиться, то есть почти. Наш особый талант вызывать непреодолимое влечение окружающих сам защищает нас. Уязвимы мы только в раннем детстве, когда способности еще находятся в процессе зарождения. Я умудрился встретиться с тобой именно тогда и пропал. Тебя словно поместили внутрь еще не построенного здания, которое потом окружили бронированными стенами и рвом с крокодилами. Внутри меня царишь только ты. Никому больше нет туда дороги. Поэтому я теперь самый настоящий Суккуб с дефектом». И он рассмеялся так, что захотелось упасть на колени и умолять взять меня прямо там, в комнате, куда в любой момент могут зайти родители. Но, конечно, я этого не сделала. И не сделаю, надеюсь, никогда. Кстати говоря, к тому времени этот гад настолько очаровал маму с папой, что даже если бы мы действительно занялись любовью, с них бы сталось встать в стороночки и умиленно взирать на творящийся разврат. «Пришли», отвлек меня от гнусных мыслей Яша. «Вон вокзал». Я глянула в ту сторону и чертыхнулась. «Туда нельзя». «Почему?» удивился парень. «Видишь, кучка приезжих стоит. Они с ним». «С чего ты взяла? Просто люди поезда ждут». «Поверь мне, я знаю». Опыт, наработанный в бесконечном бегстве, научил меня повышенной осторожности. Обрати внимание, что все мужчины в хорошей физической форме, одежда максимально свободная, ничего стесняющего движения, практически не разговаривают, но стоят так, чтобы просматривались разные стороны. «Ты слишком много читаешь», вставил шпильку Яша. «Везде погоня мерещится». «Ну ладно», не стала спорить я. «Подойди к ним и аккуратно спроси, куда едут и когда туда ближайший поезд. Уверена, они и расписание не смотрели, так что прокулются в два счета». «А и спрошу», загорелся дурачок. Я злорадно наблюдала, как он в развалочку подходит к мужчинам и пытается завязать беседу. Кажется, на него рявкнули. Яков не остался в долгу. Один из дыровяков толкнул моего недалекого приятеля, а другой нападал ему ногой под зад. «Фашисты!» возмущался парень, вернувшийся ко мне в засаду. «Иуды, козлы репейные!» Я говорила. Мне было и грустно, и смешно одновременно. «Больно ж ты умная для девки!» Все еще пребывая на эмоциях, огрызнулся Яша. «Прекрасное заявление. Если перефразировать, то дословный перевод «Больно уж ты умная для меня», так что я не стала обижаться. «Ага, умная. Что делать-то теперь? У тебя никто из знакомых не собирается выезжать из села?» «Не знаю», остывая, сказал парень. «Надо поспрашать». «Поспрашай давай, поспрашай», беззлобно передразнила я. Потом приходи вот в этот лесок. «Ты что, тут ждать собираешься?» удивился он. «Может, у меня дома спрячешься?» «Нельзя». «И не хочется к тому же». «Опасно очень. Поторопись, пожалуйста. Ни слова никому про то, где меня искать следует». «Что ж мы, совсем без понятия?» проворчал Яша и, наконец, удалился. «Думаете, я села в том самом леске?» «Нет уж, дудки. Осторожность никогда не бывает лишней. Поэтому место было выбрано другое, но с тем расчетом, чтобы нужный лесок хорошо просматривался, а меня саму увидеть было бы крайне затруднительно. Дабы скоротать ожидания, я стала прикидывать перспективы, а они, по правде говоря, не радовали. Денег было, кот наплакал. В городах всегда удавалось найти подработку, а вот села... Тут и самим жителям не хватало рабочих мест. Мужики еще могли как-то пристроиться обходчиками на железную дорогу, в охрану или пожарную часть, но тоже обычно по знакомству. Остальные нещадно бухали. А вот женщины. Благо, при нужном старании можно было вовсю использовать дары земли, иначе вообще смерть. Все маломальски подходящие рабочие места в поселковом совете секретарем, например, были давно разобраны, и конкурс на них круче, чем в МГУ при поступлении. Так что, если не удастся пополнить запас, то придется идти на риск и в качестве следующей остановки выбрать какой-нибудь город. Мои мысли прервали. Возле оговоренного места встречи появился бледный как смерть Яша, которого вели два увиденных на вокзале мужика, а позади них легко шагал Гелиан. Черт!